Осталось два дня, а точнее один день до Рождества. Рождество, которое отмечается во всем мире 25 декабря, или вернее сказать в ночь с 24 на 25 декабря. И только в православных странах, а их очень немного, 5 или 6, где справляется Рождество 7 января. Вот об этом мы сейчас поговорим, и знаете, чем больше я вглядываюсь в Россию, тем больше я понимаю, что в стране бардак в делах, в экономике и в политике, еще и потому, что бардак творится в головах. В какой бы сфере ты ни обратился, везде творится непонятно, везде созданы условия для когнитивного диссонанса, то есть раздвоения сознания. Вот в своем этом ролике я развенчаю миф о праздновании Рождества 7 января, и на четырех существенных доказательствах покажу вам, почему нельзя праздновать Рождество 7 января. Если вы атеист или агностик, то в принципе вам должно быть все равно 25 или 7, но если вы считаете себя верующим, если вы считаете себя христианином, то тогда этот вопрос нужно рассмотреть детально. Начнем мы с того, что разберемся вообще, что это за праздник, откуда он пришел. Нужно сказать, что в Древнем Риме самым любимым праздником было празднование Сатурна. Не было ни одного более любимого и принимаемого народом праздника, чем Сатурнали. Они отличались тем, что в эти недели люди освобождались от всех сословных предрассудков и праздновали все вместе, рабы, солдаты, пленники и патриции, все на одну неделю становились единым народом. Было принято даже меняться местами. Цезарь мог нарядиться обыкновенным виночерпием и разливать вино для всех обычных горожан. Или, например, господин менялся местами со своим рабом. Была принята забава, когда господин должен был какое-то количество шагов проползти на четвереньках, а его раб проехать на его спине. Можете представить, какой популярностью пользовались такие развлечения. Тогда же были введены так называемые карнавальные костюмы, когда люди переодевались, одевали маски, меняли свою внешность, как раз таки для того, чтобы никто никого не узнавал. Начиная с 17 декабря, начинались празднования вплоть до 25 декабря. Естественно, очень много еды и было принято дарить подарки. Подарки стали особым образом скрывать, заворачивать в специальной ткани или мешковину и лишь подписывали имена, для кого этот подарок. В этот момент, например, какой-то богатый патриций, влюбленный в свою рабыню, мог сделать ей безнаказанно очень дорогой подарок. Как видите, традиции эти благополучно перешли к празднованию Рождества. Что касается костюмов, переодевания, украшения елки и, соответственно, подарки, завернутые в красивую бумагу, как бы скрытые от остальных глаз. Сатурналии пользовались таким огромным спросом, что когда было принято христианство, народ ни в какую не соглашался отказываться от этого любимого праздника. Еще и потому, что в дни Сатурналев очень многим была дарована свобода, поэтому этот праздник ждали с нетерпением весь год. С видением христианства было принято и сказано церковью, что на этот день будет назначена дата рождения Иисуса Христа. Хотя точной даты в Библии нет, а по мнению исследователей, если Иисус Христос и родился вообще на самом деле, то, скорее всего, это было в конце лета или в начале осени. Но в тот момент католическая церковь решила соединить всеми любимый праздник Сатурналии с самой большой датой, то есть рождением своего спасителя. Приблизительно первые 200 лет люди никак не соглашались, они продолжали праздновать свои Сатурналии. И только постепенно с отменой рабства все больше и больше уходили Сатурналии в историю, и возрождался и становился очень популярным праздник рождения Иисуса Христа. Кстати, само название произошло от староанглийского «Christmas», где «mess» – это «messa», то есть празднование. Было затем сокращено и превращено в «Christmas», то, что мы сейчас имеем. Как же празднуется Рождество во всем цивилизованном мире? Нужно сказать, что оно начинается 6 декабря, когда приходит Николаус. Это вот этот персонаж, о нем я еще отдельно сделаю ролик перед «Русским Новым Годом», но самое главное сейчас запомнить, что он приходит за 3 недели до самого Рождества. Дети его ждут, в этот день принято делать небольшие подарки. Он приезжает из своей Лапландии на специальных оленях, и дальше в течение 3 недель он развозит подарки и раскладывает подарки под елками хорошим и правильным деткам. Естественно, с этим связано очень много легенд, переживаний, ожиданий маленьких детей. Об этом сейчас не речь. Николаус подготавливает приход Рождества. И, соответственно, в ночь с 24 на 25, либо утром 25 эти подарки, принесенные Николаусом, открываются во время самого доброго, самого желанного, ожидаемого праздника в каждой европейской и американской семье. На этом праздник для детей фактически заканчивается. Что же касается Нового года, в Германии это называется Сильвестрнах, то есть Сильвестрова ночь. Ее отмечают 31 декабря, и уже к детям это никакого отношения не имеет. Наступление Нового года принято отмечать исключительно взрослыми. Это всегда связано с проведением больших партий, вечеринок, где люди собираются для того, чтобы хорошенько выпить, никаких накрытых столов, никаких салатов. Просто друзья отмечают очередную вечеринку. Я бы сказал, что Сильвестрнах многие люди в возрасте вообще никак этот праздник не отмечают. Что же касается русского Рождества, все перевернуто с ног на голову. Прежде всего нужно сказать, что юлианский календарь был очень неточным, что он на 11 минут и 14 секунд длиннее тропического года, то есть времени, когда Земля полностью делает оборот вокруг Солнца. Таким образом, в течение многих лет накапливается эта разница. И в конечном счете, в 1582 году Папа Григорий XIII принял новый календарь, который стал называться Григорианским календарем. Это самый точный календарь. Длина в Григорианском календаре года лишь на 26 секунд превышает тропический год. То есть точнее уже ничего нет. Поэтому, естественно, все европейские цивилизованные страны очень быстро перешли на Григорианский календарь. Россия же отказалась принимать Григорианский календарь, назвав его юридическим. То есть уже тогда Православная Церковь была против всего прогрессивного. Григорианский календарь был принят на территории России только в 1918 году. Но Русская Православная Церковь продолжала упорствовать и праздновать свои праздники по Старому Юлианскому календарю. Теперь на данном этапе эта разница составляет 14 дней. Но не всегда так было. В XI веке разница была в 11 суток, в XIX веке в 12, в XX соответственно 13 суток. Мы сейчас живем в XXI веке, и это значит, что дата передвинется дальше. Это значит, что где-то в 2040 или 50 году уже Рождество будет праздноваться 8 января. И так пройдет еще очень много лет. Весь цивилизованный мир будет продолжать праздновать Рождество 25 декабря. Ничего ни у кого не передвинется, и только православное Рождество будет двигаться дальше и дальше. И в какой-то момент они начнут праздновать Рождество, например, какого-нибудь 15 апреля. Вот это несовершенство юлианского календаря создает эту неразбериху и тем самым делает празднование Рождества бессмысленным вообще в принципе. Даже если дата рождения Иисуса Христа взята за условную, тем не менее она не может меняться от сезона. Например, сначала праздноваться зимой, а потом почему-то передвинуться на весну или лето. Понимаете, всю чушь, на чем настаивает православная церковь. Эти люди, которые продолжают праздновать Рождество 7 января, они эту чушь поддерживают. Естественно, за время жизни одного человека это трудно проследить, так как дата двигается медленно. Но еще ваши дедушки и бабушки праздновали эту дату 6, вы уже 7, а ваши внуки начнут праздновать ее 8 января. Конечно, если для вас вообще ничего не имеет значения, то в принципе можно праздновать когда угодно. Но нарушается еще одно очень важное правило. Дело в том, что у верующих христиан до Рождества принят очень жесткий христианский пост. Также у православных христиан пост есть, и он должен заканчиваться 6 января. Но между делом наступает русский Новый год, 31 декабря, и покажите мне человека, который в этот день продолжает свой жесткий пост. Вы когда-нибудь видели вот такой новогодний стол? А ведь по большому счету он у вас должен быть такой, если вы истинные православные христиане. Я даже думаю, что никакой батюшка и никакой поп не придерживается правила этого поста и, так сказать, грешит в новогоднюю ночь по полной. Люди не только наедаются, но и напиваются до отвала во время все-таки все еще очень жесткого православного поста. В Европе все получается логично. Пост держали до 24 декабря, пост закончился, отпраздновали обильным столом, дальше идет празднование Нового года и никакого греха не совершается. С путаницей, которую навела православная церковь с датами, не приняв григорианский календарь, они тем самым толкают своих прихожан к одному из самых страшных грехов. Дальше возникает следующий вопрос. Почему же тогда вся страна живет по григорианскому календарю, но праздники продолжают праздновать по юлианскому? Не было ли логичнее просто взять себе юлианский календарь и продолжать жить в каком-то там 5572 или бог его знает каком годе? Ведь тогда бы это было по меньшей мере логично. Интересно, что русских людей все это ни грамма не волнует, так как они в основном люди неверующие, лишь делают вид, поэтому какая разница, одним праздником больше, ну и слава богу, 31 декабря отметим нормальный Новый год как весь мир, затем отметим свое Рождество после Всемирного Рождества, а потом еще и Старый Новый год, передвигающийся из столетия в столетие. Когда-нибудь это празднование Старого Нового года передвинется также на весну и лето. Вот будет веселуха. Подводя итоги, еще в 1500 году рациональные европейцы приняли более точный календарь. И празднование Рождества у них происходит логично. Дети ждут Николауса, Николаус приносит подарки, вся семья 24-25 декабря. Эти подарки открывают, а затем через несколько дней происходит встреча Нового года, новой даты. Праздник Рождество считается семейной, традиционной и обязательной, а вот встреча Нового года – ваше персональное дело. Хотите – отмечайте эту дату, хотите – нет. В российской действительности сплошная путаница. Рождественский пост нарушается грубым образом 31 декабря. Почему-то российские дети на празднование Нового года получают подарки. Приносит им непонятный персонаж Дед Мороз и Снегурочка. Откуда они берутся и почему они приходят именно на смену Нового года – никому не понятно. Затем, получив свои подарки на 31 декабря, они, по идее, должны получить подарки и недели позже, на Рождество. Кто приносит подарки на Рождество – опять же непонятно. Ведь Дед Мороз уже ушел, он уехал, с ним попрощались. Если у вас умный любознательный ребенок, он может начать вам задавать эти вопросы. Вряд ли россияне вообще пытаются на эти вопросы ответить, потому что если бы они хотели ответить на эти вопросы самим себе, они бы уже давным-давно отказались от этой дурацкой перестановки дат. Так как тогда получается путаница не только с датами, но и путаница с подарками. Вот этот бардак и продолжается. Он начинается в головах простых граждан, переносится на традиции и праздники, а дальше и вся жизнь идет кувырком. Я очень надеюсь, что Украина, вслед за остальными странами, примет нормальную дату 25 декабря и начнут праздновать Рождество вместе со всеми. Даже если еще в вашей стране это не принято, начните со своей семьи, живите здраво и по уму. Для тех, кто все же празднует Рождество 25 декабря, я желаю вам хороших праздников, теплых, домашних, уютных, радостных. Для детей, как говорят у нас в Роя Вайнахтен, счастливого Рождества! Субтитры создавал DimaTorzok